У каждого из нас свой рецепт счастья, но каким бы он ни был, главный ингредиент – здоровье. За прошедшие столетия медицина прошла большой путь – от изобретения антибиотиков до пересадки сердца. Но многое ей до сих пор не подвластно. Как излечить неизлечимые болезни? Над этим вопросом ученые и врачи бьются не одно десятилетие. Сегодня они говорят – ключ к здоровью дается нам с самого начала и всем без исключения. Это стволовые клетки. Сейчас я пытаюсь. Я пытаюсь максимальное количество забрать клеток, потому что количество клеток крайне важно. Чем больше клеток попадет в ребенка, тем быстрее мы будем наблюдать его восстановление. Поэтому я ввел в пакет небольшое количество из раствора и пытаюсь забрать сюда последней капли. В этом пакете живое лекарство – кровотворные стволовые клетки. Через несколько минут их введут в кровь. Через несколько часов клетки начнут работать. Для маленького пациента они – единственный шанс на новую жизнь. Наши тело состоит из 240 типов клеток. Все они – потомки одной единственной стволовой клетки. Она возникает в первые дни после зачатия ребенка. В этот момент ее возможности безграничны. Она даст начало клеткам мозга, печени, кожи или сердца – всех органов и тканей человеческого организма. Впервые о существовании некой особой клетки узнали в начале 20 века. Русский ученый Александр Максимов объявил. Родоначальницей всех элементов крови является специальная кровотворная клетка. И назвал ее стволовой. Ну, как дерево. То есть, грубо говоря, есть корневая система, ствол, а дальше от нее пошли ветки. И для крупной ветки является стволовой, для других более мелких. Ну, то есть вот это и все это называется стволовой клеткой. С рождением человека стволовые клетки не исчезают. Их задача – постоянное обновление организма. В процессе жизни мы встречаемся с вирусами, с радиационными поражениями, с токсическими, с травматическими, с чем угодно. Ты упал, рассек, я не знаю, там, кожу. Эта кожа должна репарировать. И поэтому фактически везде есть, назовем их, региональные или регионарные, тканевые клетки. Травма, тревога, поражение органа вызывает, дает команду, чтобы эти клетки из спящего состояния начали выполнять функцию, которая заложила эволюцию. Из всех стволовых клеток человека кроветворные – самоизученные. Они есть в пуповинной крови новорожденного, костном мозге и циркулирующей в организме крови. В медицине они применяются с конца 60-х годов прошлого века. С их помощью лечат онкологические заболевания крови. Стволовые клетки в крови используются абсолютно по назначению. Свои собственные или чужеродные, они реально восстанавливают кроветворную ткань и иммунную ткань. То есть это как бы факт с точки зрения медицины, он наиболее простой, наиболее проверенный и абсолютно доказанный. Институт детской онкологии. В этих боксах стерильная среда. Для тех, кто внутри, любая инфекция смертельно опасна. Организм, лишенный иммунитета, не справится даже с ОРЗ. Высокие дозы химиопрепаратов и облучения убивают раковые клетки, а вместе с ними и стволовые клетки крови. Единственный выход – трансплантация. В настоящее время вы наблюдаете, как собираются стволовые клетки у мамы пациента, который, собственно, будет являться донором этих клеток для сына. Сегодня будет сделана трансплантация. Где-то минут, ну, часа через два. Сепаратор. Устройство для сбора кроветворных стволовых клеток. Кровь из вены по трубке поступает в аппарат, внутри которого центрифуга. И под действием центробежной силы делится на слои. Мы знаем размер и вес клетки, да, стволовой. Мы знаем, в какой зоне она находится. И, соответственно, туда подводится трубочка, условно говоря, забирается этот слой, содержащий эти клетки. Они нигде больше в других местах нет. А все остальное, как усмехов, это сзади, возвращается назад. Через аппарат проходит вся циркулирующая в организме кровь. Безопасность донора обеспечивают воздушные ловушки и датчики давления. Выбранные сепаратором стволовые клетки собираются в специальный мешок. Вот по этой вот линии, вот по этой трубочке, назовем это так, вот видите, собственно, коктейль, содержащий стволовые клетки, и поднимается вот в коллекционный мешок. Мешок для сбора этих клеток. Лаборатория. Здесь, в стерильных условиях, клетки готовят к трансплантации. В этом пакете 500 мл. Это достаточно большой объем для ребенка, поэтому нам нужно убрать ненужный объем, но не затрагивая именно стволовые клетки. Лишний объем – это плазма. Пакеты запаивают и помещают в центрифугу. Скорость вращения – 2000 оборотов в минуту. 12 минут. Именно столько нужно, чтобы плазма отделилась от стволовых клеток. Вот видите, вот это плазма, да, тут нет клеток. Вот все, вот это эритроциты, вот то, что белое, вот это, это и есть стволовые клеточки. Плазму удаляют из мешка. Концентрированный коктейль из донорских стволовых клеток почти готов к пересадке. В соседнем боксе тоже готовятся к трансплантации стволовых клеток. На этот раз – собственных клеток пациента. В отличие от донорских, они не влияют на опухоль, но помогают справиться с последствиями лечения. Мы знаем, что в конце лечения больному нужно закрепить результат, полученный на предыдущих этапах, каким-то мощным воздействием, чтобы добить, условно говоря, оставшиеся опухольные клетки. Стволовые клетки – это вспомогательная технология, которая позволяет использовать те препараты и те дозы препаратов, которые так организм может не перенести с хорошей степенью вероятности. Для этого стволовые клетки пациента нужно вывести из-под удара химиопрепаратов. За два месяца до лечения их собрали и положили в специальный банк. Криобанк. В резервуарах с жидким азотом при температуре минус 196 градусов Цельсия клетки могут храниться бессрочно. Замораживание происходит постепенно – 1 градус в минуту. В результате, после разморозки, клетки полностью сохраняют свои свойства. Непосредственно перед трансплантацией их достают из резервуара и помещают в переносной термос. Здесь, в парах жидкого азота, находятся непосредственно стволовые клетки ребенка, которые были собраны и заготовлены заранее. Они вот так волшебно заморожены, палец отмораживается. Значит, сейчас мы проведем его разморозку, мы разогреем в этой машине. Пакет со стволовыми клетками помещают между двумя емкостями с теплой жидкостью. Принцип действия – водяная баня. Температура нагрева строго контролируется. На 1 градус выше – и клетки могут свариться. Другого запаса нет. В это же время с донорскими стволовыми клетками проводят последние манипуляции. Для того, чтобы сделать профилактику остерей реакции постепенно-какой в хозяина, который возникает всегда в данном случае, довольно тяжелыми являются, мы вводим гормоны и химиопрепараты. Я это нашел к скляну. Сейчас. И держим так в течение 30 минут, для того, чтобы убить все эти активные мимфоциты, которые тут есть и которые вызывают эту реакцию. Трансплантация. Стволовые клетки вводят в организм с помощью капельницы через катетер. И кровь их доставит уже в костный мозг. Это называется эффект хоуминга. То есть, когда в вену переливается костный мозг или клетки, полученные, пожалуйста, из периферической крови или пуповинная кровь. Что они делают в русле? Они ищут свой дом. А дом у них костный мозг. И поэтому, несмотря на то, что это клетки, перелитые в вену и полученные из периферической крови, они найдут свой дом в костном мозге, они там осядут, они его займут и будут там размножаться и жить. Первый месяц после пересадки – самый тяжелый. В это время вирусы и инфекции особенно опасны. Приживление стволовых клеток – трудный этап лечения. Но только благодаря им пациенты смогут покинуть стерильную больничную палату. Статистика утверждает, сердечно-сосудистые заболевания – самый распространенный диагноз в мире. Инфаркт миокарда, врожденные пороки сердца, ишемия нижних конечностей. Академик Лео Бакерия одним из первых начал лечить болезни сердца и сосудов с помощью стволовых клеток. Клеточные технологии не панацея от всех бед. Что касается, скажем, сердца и сосудов, то для нас это совершенно понятно, потому что это сквозная система, где, так скажем, они могут оседать и где они могут развиваться, потому что для них есть условия. Когда начинают говорить обо всех органах, у меня сразу портится настроение, потому что я понимаю, что очередная хорошая очень идея может быть загублена на корне. Тянет ногу, да? Надо потерпеть сейчас. Сейчас самый неприятный момент. Да, вот сейчас потерпеть чуть-чуть. Нет, это еще костный мозг. В нем полно всего-всего. Специальные клетки выделятся, и завтра операции тебя сделают в сердце. У 16-летнего Виталия врожденный порог сердца. Из-за неправильного расположения сердечного клапана стенка правого желудочка недоразвита. Она слишком тонкая, буквально видна на просвет. Замена клапана – единственный способ улучшить состояние пациента. Но стенка желудочка при этом останется прежней. Исправить ее хирургически невозможно. Мы туда вводим этот субстрат, который взяли у пациента накануне, специальным образом носить лабораторию, которая специальным образом готовит его. И вот туда специальным шприцом, миллиметровым шприцом я эти клетки и ввожу. В лаборатории костный мозг проходит многоступенчатую обработку. Задача биолога – из всего объема стволовых клеток выделить будущие клетки сердечной мышцы или сосудов. Если ввести все клетки в большом количестве, в гораздо большем количестве, чем то, что мы сейчас выделяем, то там будут содержаться клетки-предшественники и жировой ткани, костной ткани, то есть любых тканей организма, что, в общем, совершенно не нужно в миокарде. В центрифуге костно-мозговая жидкость разделяется на эритроциты и плазму, облако на границе – стволовые клетки. После двойной очистки от привнесенных растворов в пробирку добавляют специальные антитела с микроскопическими частицами металла. Это метки, с помощью которых клетки-предшественники кардиомиоцитов отделят от остальных. Для этого пробирку устанавливают на подставки с магнитом. В эту пробирку будут фильтроваться те клетки, от которых мы избавляемся. А вот на фильтре будут скапливаться именно те, меченые антителами. Клетки с металлическими микрочастицами притягиваются магнитом и остаются на стенках фильтра. Осталось их собрать. Вот этим поршнем продавливаем. То есть вот все, что было на фильтре, мы выделяем. Все. Фактически вот это вот, да, вот это вот оно. Фактически вот это вот, да, вот это вот. Операция на открытом сердце. Главная мышца тела постоянно находится в движении. Резать по-живому невозможно. Поэтому сначала сердце необходимо остановить и осушить. Забрать кровь, которая через него проходит. Для этого артерии и вены соединяют с аппаратом искусственного кровообращения. Теперь насосы гонят кровь по искусственным сосудам трубочкам. А специальный прибор, оксигенатор, насыщает ее кислородом. Аппарат искусственного кровообращения охлаждает кровь. Как только сердце остынет до 8 градусов, введут раствор, который его остановит. Мы вызываем остановку сердца, чтобы можно было все детали разглядеть. И когда сердце остановлено, мы оцениваем, можно ли клапан реконструировать или надо делать протез. Ширина дефектной стенки желудочка 1 миллиметр. Этого слишком мало. В здоровом сердце она в 6 раз больше. Тонкая стенка плохо сокращается. Сердце не справляется со своей работой. Стволовые клетки, введенные в поврежденную зону, дадут начало новым клеткам сердечной мышцы, задача которых – нарастить тонкую стенку правого желудочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должно видно быть, как набывается это место, что ваше увеличение достаточно. Вот и все. Эта часть закончилась. Собственный клапан заменили на искусственный. Операция по исправлению порока длилась 3 часа. Трансплантация клеток – 1 минуту. Но именно они должны сделать то, что не под силу человеку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отделение ядерной диагностики. Понять, насколько клетки справляются с задачей, можно с помощью томографа. Перед исследованием в кровь пациента вводят препарат, содержащий радиоизотопы. Данная доза, они не опасны для пациента. Период полураспада данного препарата – 108 минут. То есть меньше, чем как бы, ну вот, через несколько часов он будет полностью увадиться. Радиоизотопы не проникают в поврежденную зону миокарда из-за нарушенного обмена веществ. Томограф регистрирует неоднородное излучение изотопов и выдает результат. Если стволовые клетки начинают работать, то метаболизм улучшается. И метаболизм, он как бы приходит к нормальным значениям. И вот сравнивая метаболизм миокарда до введения стволовых клеток и после, мы можем делать выводы о эффективности введения стволовых клеток у данного пациента. Это поврежденные зоны миокарда. Темное пятно – рубцовая ткань после инфаркта. На этом снимке тоже сердце спустя 9 месяцев после введения в зону стволовых клеток. Темное пятно сократилось. Мы видим улучшение кровоснабжения, что вот улучшается кровоснабжение в зоне введения стволовых клеток. Значит, клетки работают. Для многих пациентов они единственная возможность продлить жизнь. Когда ты не понимаешь, что ты ничего сделать не можешь, фракция выброса низкая, традиционные методики не подходят. По крайней мере, речь идёт об использовании этой методики. Это один из перспективных методов, который обязательно должен прийти на помощь. Травма позвоночника почти всегда приговор. 23-летняя Кейти в инвалидной коляске с 2004 года. Автомобильная авария. В результате перелом шейных позвонков. В Москву девушка приезжает не первый год. Здесь с помощью стволовых клеток её пытаются поставить на ноги. Было проведено обследование, то есть в результате которого выяснилось, что есть проходимость ликварных путей, это очень важно. То есть не требовало хирургического мешающего даст спинного мозга на уровне травмы. То есть бывает, что есть перелом и образуются рубцы либо спайки, которые мешают прохождению ликвара. То есть после чего была проведена сепарация стволовых клеток, которые в дальнейшем мы использовали для терапии. Я здесь каждые три месяца. Мне обычно делают по две пункции стволовых клеток. Иногда я вижу результат сразу. Иногда это занимает некоторое время. Ещё год назад Кейти была абсолютно беспомощной. Сегодня девушка сама управляет коляской. Врачи уверены – результат – заслуга стволовых клеток. Они смогли восстановить нарушенные связи в спинном мозге. И сегодня мы можем с гордостью сказать, что в 50-60% мы можем реально помочь этим людям. У кого-то восстанавливается функция тазовых органов, кто-то начинает ходить, себя обслуживать, меняется качество жизни этих людей. Скептики возражают. Физиотерапия и время могли дать такой же эффект. Но для Кейти главное, что теперь у неё есть шанс. Я мечтаю о том, что снова смогу ходить. Стволовые клетки. Сегодня о них говорят как о чуде. Так это или нет – покажет время. Для учёных всего мира стволовая клетка – главный объект изучения. Для безнадёжно больных – последняя надежда, когда надеяться уже больше не на что. Никто же не говорит, что стволовую клетку мы взяли. Сегодня вы можете излечить всё, смоделировать всё, что хотите, сделать любой орган, любую ткань, вылечить любое заболевание, вылечить любую опцию. Сегодня мы говорим о том, что те успехи и те эксперименты, которые ведутся, они очень-очень обнадёжны. Вообще, это будет абсолютно чётко в определённом направлении в медицине будущее. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...